я всем привет с вами александр вы на канале world house pro и сейчас я нахожусь коттеджном поселке юковска куда приехал по технадзору по одному из наших проектов которые мы выполняли соответственно заказчик попросил вести его технадзор его объекта проверять качество работы сегодня у нас выезд конкретно по армированию сейчас я покажу нюансы которые конкретно на этой плите например были сделаны не так это что необходимо устранить и исправить уже по армированию перед заливкой начинаем итак друзья вот что у нас из себя представляет плита площадь здесь около 300 квадратных метров большой дом стиле хай-тек покажу и проект обязательно сейчас в чем здесь есть недостатки то есть конкретно в этом случае во первых тут у нас идет соединение арматуры к примеру на вот этом месте по центру то есть у нас идет соединение арматуры слева и справа и она соединяется здесь вот таким образом то есть тут у нас идет нахлёст по 40 сантиметров то есть этого достаточно для 12 арматуры нахлёст у него должен быть не менее 35 диаметров соответственно и вот это соединение они должны быть через одну ячейку то есть получается что здесь вот если мы смотрим то они соединены и снизу и сверху вот так вот как бы стыки друг за другом они должны быть либо в шахматном порядке либо ну вообще как бы на этом месте стыка не должно быть к примеру как выполнено вот здесь так сейчас мы найдем это место так ну вот например берем вот это место да то есть тут эта стыковка выполнена через одну арматуру то есть вот здесь вот они стыкуются здесь арматура цель на здесь опять стыкуется тут идет цель соответственно вот это вот правильное как бы место правильная стыковка а вот в том месте это исключено то есть так как это слабое место и оно должно быть всегда выполнить через одно это вот первый момент который тут например мы увидели следующий момент это выполнение защитного слоя то есть по проекту у нас защитный слой в этом месте идет 45 миллиметров но вообще везде да по плите получается что здесь поставлены стульчики не совсем подходящий да то есть они продавливают вот здесь вот щебень за счет веса как бы арматурные сетки и соответственно продавливать пленку и арматура оказывается лежащий практически на земле то есть я сюда еле-еле бросовый палец то есть тут даже нет одного сантиметра соответственно если в таком состоянии залить плиту то защитный слой под арматуру он будет практически отсутствовать то есть вот тут вообще она лежит прямо на щебне то есть такого ни в коем случае не должно быть здесь необходимо заменить вот эти вот стульчики с вот такими вот как бы лапками не лапками точнее тут такие вот выступы надо заменить на круглые стульчики с круглой подставкой которая более равномерно распределяет как бы нагрузку от сетки соответственно не будет продавливаться защитный слой здесь должен быть обязательно не менее там четырех с половиной пяти сантиметров иначе как бы арматура будет работать уже некорректно также здесь как бы вот по проекту заложены пешки то есть пешками тут все в порядке они как бы привязаны с нужным шагом но есть момент то что пешка не должна вот так вот выступать вверх то есть у нас получается что есть как бы вот две арматуре на перекрёстный верхней сетки и вот это является уже третья форматура то есть такого не должно быть то есть вверху она должна лежать стык с этой соответственно тут его надо просто бы перевязать и переставить ниже чтобы эта конструкция была опять же корректно потому что в этом случае как бы усиление уже работает неправильно он должна работать именно в стыке с рабочим вот этим стержнем здесь у нас идет отделение террасы и дома и установлена вот эти вот термо вкладыши из пеноплекса и они обрамлены вот такими вот элементами то есть это гнутая арматура то есть потому что здесь уже размер получается 30 а шаг 20 на 20 но термо вкладыш меньше делать как бы не стоит поэтому они обраблены вот такими вот элементами которые также заложены по проекту и нагнуты из 12 арматуры но не везде есть соединение то есть она вот как бы тут вот так получается играет соответственно это тоже как бы косяк который нужно устранять помимо этого именно сама вязка тоже да видите как бы она должна идти в шахматном порядке то есть вот здесь есть привязаны здесь не привязана здесь она должна быть уже привязана и там как бы ну так вот через одну соответственно по диагонали мы не нужно быть все привязаны здесь как бы опять же как бы арматура просто болтается и не завязано это тоже недопустимо вязка обязательно должна быть именно в шахматном порядке помимо этого еще момент стыка террасы и дома у нас идет перепад по уровню плиты то есть соответственно у нас под домом плита 300 на террасе плита 200 и вот здесь вот получается что идет разрыв нижней сетки то есть она вот таким образом ни в коем случае не должна лежать то есть она лежит здесь разрывом то с верхней сеткой связана в единое целое внизу идет разрыв то есть тут нужно делать гнутые элементы и соответственно привязывать вот эти вот две вот арматуре между собой то есть если у нас перепад 10 сантиметров вяжется просто гнутый элемент который стыкуется сюда минимум на 40 сантов и сюда на 40 сантов и вот этот вот элемент уже гнется и соответственно вот эта нижняя сетка она тоже идет вся цельная и работает как единая арматурная конструкция они вот таким образом с разрывом то есть здесь просто возможен потом как бы невозможно деформации возможно как бы трещина в плите если оставить таким вот образом из-за того что вот сейчас стульчики вот эти лежат не совсем правильно то есть где-то провалились где-то остались сетка идет немножко волнами соответственно верхний защитный слой от арматуры до бетона везде будет отличаться это как бы тоже не совсем правильно поэтому обязательно нужно будет здесь убирать эти старые стульчики ставить новые на те места где ничего не продавлено и тогда уже это будет более правильно то есть сетка будет себя лежать в одном уровне не будет как бы особых перепадов арматурные выпуска соответственно здесь стоят опять же не совсем корректно в том плане что они полностью соединяются на сварке то есть такого тоже не должно быть потому что где место сварки здесь арматура ослаблены в этом месте если идет какая-то деформация то сварка просто отскакивает и арматуры никак не держится соответственно ее как бы можно прихватывать на сварку но также дополнительно нужно еще привязывать проволокой уже к основной рабочей арматуре то есть что выпуск они просто стояли только на там двух-трех точках сварки опять элемент с вот этими пешками то есть вот тут они привязаны корректно то есть получается вот здесь она как бы завязана с вот этой вот рабочей арматуры и наверху она завязана уже с этой рабочей арматуры и у нас нету такого что она как бы скачет вверх то есть как вот в том месте где до этого я показал то есть вот это вот именно правильное крепление пешек усилений которые вяжутся именно в стык с основными рабочими стержнями и не будет куда не выпирает и так вот это у нас идет проект самого дома то есть это раздел коже ну здесь это план котлована под саму плиту и соответственно дальше идут все чертежи касаемо армирования опалубки вот это вот конкретно опалубочный чертеж здесь вот у нас показаны да все там схемы все нюансы по установке опалубки со всеми размерами привязками то есть по вот этой схеме соответственно выставляется опалубка и также есть схема уже армирования плиты верхней и нижней сетки где указаны все узлы с переглёстами с выпусками арматуры с закладными вот этими пешками лягушками которые держат между собой сетки то есть по этим чертежам принципе ведется работа то есть всех прям детальных узлов как правило в проекте нету но всегда как бы идет работа по нормативам то есть в снипах по именно армакар армаконструкциям это все прописаны это необходимо соблюдать при любой работе при устройстве фундамента друзья ну в общем это вот как бы все основные моменты которые конкретно на этой плите были сделаны не так и вроде бы это не какие-то значительные вещи то есть их можно исправить довольно легко то есть это все что там было из каких-то недочетов косяков это переделывается за один-два дня и фактически да там сам технадзор он всегда необходим потому что например заказчик он может за этими вещами не уследить потому что он не специалист и в принципе он не должен в этом понимать и разбираться строители же могут просто в запарке в спешке быстрее залиться быстрее сделать также упустить эти вещи даже если заметят то где-то могут закрыть они глаза мол это незначительные вещи но на самом деле как вот из таких мелочей складывается общее качество по дому и поэтому как бы техническое сопровождение технический надзор на любом строительном объекте маленьком доме большом промышленном загородном там гражданском он всегда обязателен и пренебрегать им конечно не стоит потому что это чревато потом более там серьезными последствиями то есть лучше всегда вести технический надзор любого строительного объекта ну в общем на сегодня это все с вами был александр команда world house pro всем пока